Леонтьев Владимир Викторович, 17 лет, реабилитационный центр подросток. Стихотворение, рассказ танкиста, Александр Твардовский. Владимир, здравствуйте. Мне говорили, что в вашем центре подросток снимался видеоролик об Александре Петровиче Попове. Я с ним лично знаком. Ведь он освобождал Крым в 43-м году. Передайте ему огромный привет от меня и пожелания здоровья. Ведь не за горами его столетний юбилей. Попросите Александра Петровича, чтобы он рассказал вам о своем самом памятном бое. Удачи вам. Третий орден в своем полку получил я. В бою, что вот, допустим, Красное Знамя, я сразу... Это первый бой орден, знамя. Я сразу в бою три танка сжег немцы. Был трудный бой, все нынче, как с просонку. И только не могу себе простить, из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А так зовут, забыл его спросить. Лет десяти, двенадцати, бедовый. Из тех, что главарями у детей. Из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Машину обступают на стоянках. Таскать им воды ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку. И сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед. А он гвоздит. Не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой. Он примастился. Столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир. Товарищ командир. Я знаю, где их пушка. Я разведал. Я подбежал. Они вон там, в саду. Да где же? А дайте я пойду на танки с вами. Прямо приведу. Что ж, Боня ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка. Мины, пули свищут. И только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом. Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот. Душила горей копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал. Спасибо, хлопец. И руку, как товарищу, пожал. Был трудный бой. За нынче, как с просонку. И только не могу себе просить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку. А как зовут? Забыл его спросить.